Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Двадцать восьмого июля. Дашичау. В Дашичау жарко. Так жарко, как бывает только на экваторе. Из этой теснины, окруженной горами, пышет, как из раскаленной печи. В этой печи точно сжались под влиянием жара все эти серые домики, вагоны командующего, мрачное паровозное здание, узкая станция, вся забитая вагонами. Вагоны, вагоны, только вагоны, и нет людей. Точно сделали эти люди, что могли, убедились, что больше ни одного вагона не воткнешь, и ушли. А там дальше, за станцией, по склонам, по всей долине солнце заливает палатки, лошадей, обозы, двуколки, серые точки солдат. Вон построилась партия и отправилась куда-то в поход. Сверкают на солнце штыки, прожигают солнце их свернутые шинели, ранцы, чайники, части палаток, которые несут они на себе, прожигают их самих насквозь. Идут и тяжело отбивают такт их пудовые сапоги. Я стараюсь проникнуть в ощущения шагающих солдат на мгновение, как будто я чувствую оттянутые плечи, мучительное томление в раскаленной груди, где ни капли воздуха, мучительную жажду свежего воздуха, который проник бы, освежил, потушил этот огненный нож в горле, груди, животе. Нет, лучше не проникать в ощущения солдат и поскорее укрыться в тень, потому что уже рябит в глазах, кружится голова, и того и гляди, хватит солнечный удар. Один вид тенистой веранды, окруженной зеленым садом, возвращает самочувствие. Большое общество военных, инженеров, штатских людей, но еще больше мух. Мириадами они носятся, жужжат, толкают друг друга и падает ваш суп, чай, залетают в рот. — Ай, тьфу, тьфу, будь ты проклятый, опять проглотил, — говорит толстый в одной рубахе Д. — Да вы рот не открывайте так сильно. — Да ну, падите вы! Вам хорошо, когда вы и трех пудов паде не вытянете, а поносите в такое пекло шесть-семь пудов, как я. И он изнеможенно смотрит в залитую ярким светом даль жаркого дня. Смотрим и мы, и прислушиваемся, как затихают где-то нежные звуки свирели. По ступенькам веранды поднимается с иголочки одетый невысокий стройный гвардейский полковник Ка, с которым мы ехали. Я с удовольствием смотрю на него. — Здравствуйте! — Здравствуйте, полковник! Вы ведь в корпусе генерала Штагельберга? — Да, и сейчас я еду назад. — Получили полк? — Для этого надо, чтобы прежде кто-нибудь был убит. Пускай лучше живут. — Вы участвовали в деле 26 июня под Гайджоу? — Участвовал. — Прекрасное дело. — А вот скоро дожди. Дожди пойдут, а там и конец уж вашему ожиданию. Допустим, мы победим сейчас. Победа без преследования хуже даже, чем ничего. Японцы не могут воспользоваться своими победами, потому что у них нет кавалерии. Но у нас есть, и мы можем преследовать их. И вдруг, в дожди, и наша победа окажется такая же безрезультатная. — Господа, довольны о войне. Пять месяцев никакого другого разговора. В самом деле, давайте хоть раз переменим разговор. — Давайте. О чем будем говорить? Я смотрю и думаю, какая еще найдется общая тема, которая связала бы эту, в сущности, очень разношерстную и случайную кампанию. А ведь смотрите, обозы не на шутку отступают. Все поднимаются. Это еще ничего не доказывает. В каждом сражении надо предвидеть две стороны. И в восьми верстах от передовых позиций обозам быть не полагается. Шикарно сегодня дебютировал новый полк на передовых позициях. Захватил ночью японский разъезд из шести нижних чинов и одного офицера. Для начинающего полка очень хорошее начало. Дух так поднимается. Говорят, факт, что у японцев холера. А если так, то эти пленные занесут нам ее. А китайцы? У китайцев и японцев холера будет, а у нас не будет. Желтая раса более подвержена. Что такое желтая раса? Мы вот загорели и все уже, желтая раса. Окраска здешнего солнца. А продержите, китайца, год в Петербурге, и такой же будет. Говорят, решено желудочных не увозить в вагонах, чтобы не заражать вагонов и пути. Ведь нечистоты волей-неволей приходится выбрасывать на путь. Они высыхают и при здешних ветрах пылью разносятся всюду. Я видел на станции такую сцену. Больной животом солдатик стонет, а сам купил огурец и ест. Огурцы, зеленый абрикос и еще какая-то дрянь. Род маленьких розовых вишен. Говорят, достаточно несколько ягод, чтобы такой понос начался. У меня без них понос. У меня тоже. И у меня. Из одиннадцати сидящих только двое здорово. Ах, духота! Да, мухи проклятые. От дождя хуже будет. В период дождей душнее. Как в бане. А уж для всех эпидемий условия самые благоприятные. И для самой злой эпидемии наживы особенно благоприятные. После последних дождей за лошадь, которая в мирное время стоит тридцать, приходится платить теперь полтораста. Я купил для себя китайскую запряжку, четырех лошадей и арбу за семьсот семьдесят пять рублей, а в мирное время полтораста. Для транспортов еще десять тысяч таких подвод покупают. Семь тысяч. Мне говорил офицер генерального штаба, заведующий покупкой. Покупают с китайцем? Нет, теперь на арбах наши солдатики. Справляются? Китайцы ведь замечательно умеют ухаживать за своими лошадьми. Они никогда их не ударят. Все время разговор. Оця, оця. И не торопятся. Вытаскивают из всякой лужи. Ха тихо, тянут и тянут. Кормят из рукава. Тут одну лошаденку бросили в транспорте, совершенно сдыхало. А китайцы подобрал и теперь уже ездит на ней. Правда, что на лошадей падешь? Нет, только на рогатый скот. А что этот новый способ сохранения мяса какого-то доктора подвергался испытаниям? Да, дал блестящие результаты. Шестнадцать дней мясо сохраняется совершенно свежим. Вы ели его? Нет. Почему? Война не время опытов. Вся война всегда один большой опыт. При эпидемии на скот это особенно ведь важный вопрос. Входит новый гость. Что новенького? Говорят, японцы на Янтай наступают. Ну вот. Мук Дэн, Янтай, Ляо Ян, Хай Чен, Даши Чао. Да ведь это все линиях наступления. Какая длина этой линии? Сто пятьдесят верст. Разъезды их были возле самого Мук Дэна. Вчера вечером из Мук Дэна на горизонте наблюдали в стороне японцев очень странное явление. От земли поднялся как бы сноб сперва желтых лучей, как определяли видевшие начало солдаты, будто мешок светящийся. Затем желтый цвет изменился в зеленый размером в большое яблоко, очень яркий, сильный, с лучами прожектора. Часа полтора он был в воздухе, делал движение вперед, назад, вбок и затем исчез из глаз. Воздушный шар? Так определили все очевидцы. Привязной? Вероятно, но очень высоко поднимался. Говорят, делал разные световые сигналы. Дожди что-либо скорее, чтобы всем этим фокусам положить конец. Дождей пойдут, и все это действительно превратится в одни фокусы. Потому что при всех этих фокусах, если мы их запрем в горах и не пустим к питательным пунктам, сядут, как раки на мели. Да. Если бы они на своих шарах войска переносили, или хотя бы провиант. Насчет воздушных дорог у нас свой специалист есть. Все смотрят на меня и смеются. За эти три дня дождей, говорю я, у меня много сторонников прибавилось и охотников послушать. По крайней мере, что это за зверь, воздушная дорога. А я вам скажу, что это единственная дорога, которая не боится ни воды, ни гор. Единственная в мире, точно для этих мест придуманная. Говорят, у японцев успех войны зависит от денег, а у русских – от дорог. Деньги всегда можно взять взаймы. И не было еще примера, чтобы война останавливалась из-за отсутствия денег. А вот дорог взаймы не возьмешь. И время, нужное на ее постройку, не займешь. Я очень рад новому союзнику, горному инженеру. Общество заинтересовывается. Кроме Дэ, который уходит с пришедшим к нему знакомым. Поезд готов! Мы с Василием Ивановичем прощаемся с любезным хозяином и со всем обществом и идем в вагоны. Поезд тяжело и глухо, как арестант цепями, позвякивая и громыхая, медленно пробирается среди запруженной станции и выбирается, наконец, на простор зеленых полей. Не совсем уже зеленых. Ячмень убран. И что-то новое уже посеяно на его месте. Взолотится поспевшая пшеница. Вдоль дороги по направлению к северу непрерывной лентой, скрывающейся на далеком горизонте, тянутся обозы транспортов по просохшим уже дорогам. На китайской арбе сидит солдатик и, как и китаец, управляет без вожжей, помахивая кнутиком и подражая голосу китайца «Отца! Отца!» И вдруг прорвется «Да куда ж черт тебя тянет, проклятую!» и вытянет проклятую кнутом так, как никогда, вероятно, не вытягивал ее прежний терпеливый хозяин. Нередко попадаются две арбы, соединенные вместе, и тогда получается русская телега с лафетными колесами. Изобретательность русского человека. Чем сиротевшей арбе даром валяться, телега вышла. В моем вагоне, кроме Василия Ивановича, едут командир 8-го казачьего сибирского полка, того самого, который под Вафангоу 17 мая искрошил японский эскадрон 13-го полка, едет мой старый знакомый, еще по Кавказу, горец из отряда Мадритова с двумя Георгиями, известный под кличкой Сократа. Едет еще полковой командир забайкальских казаков с желтыми лампасами, но он со своим адъютантом сидит все время в купе. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует... Продолжение следует...